Друзья, всем привет! Тем, кто впервые на этом YouTube-канале, обязательно нажмите подписаться. Также нажимайте лайк, для того, чтобы больше людей услышало правду. На Цензернет вышло интервью с генералом-майором Виктором Ганущаком, который в 2019-2021 годах был заместителем командующей операции Объединенных сил на Донбассе. Генерала Ганущака называют одного из самых авторитетных генерала в Украине. Это, между прочим, называют непосредственно его подопечное. Когда началось полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину, генерал Ганущак возглавил отдельное соединение сил специальных операций Вооруженных сил Украины, которое подчинялось лично главнокомандующему заложному. Так вот, Ганущак возглавлял в том числе одну из воинских частей, куда был откомандирован полковник Червинский. Мы с вами о нем говорили. Это Червинский, против которого СБУ и Генеральная прокуратура Украины состряпало дело относительно авиаударов по аэродрому Канатова 23 июля 2022 года. Так вот, Червинский туда был откомандирован заместителем командующего этой воинской частью. Но после того, как опасность от Киевской области, от Киева ушла, офис президента начал преследовать всех тех, кто им был неугоден до войны. В том числе, среди них был одним из главных врагов офиса президента, а именно Ермака, это полковник Червинский, который лично разрабатывал спецоперацию по вагнеровцам и который публично обвинил Ермака в срыве этой спецоперации. Что самое интересное, вы явно читали в новостях, как подорвали автомобиль пропагандисту номер один в Российской Федерации, Прилепину, где погиб его водитель Александр Шубин. Так вот, Александр Шубин был одним из тех, кого отпустил Ермак Зеленским, когда позвонили, предупредили, что вагнеровцы находятся в Беларуси. Так вот, Шубин устроился водителем, охранником к пропагандисту Прилепину, и вот автомобиль был подорван, и он навсегда приуныл. Это отличное доказательство того, что рано или поздно справедливость определенно восторжествует. Так вот, в своем интервью генерал-майор Ганущак расставил все точки над «и». Особенно в вопросе, было ли там превышение служебных полномочий относительно угона российского самолета. Я зачитаю один из этих фрагментов. Да, операция уже долгое время разрабатывалась. Мы оказывали соответствующую помощь и взаимодействие в проведении соответствующих мероприятий. Мероприятия проводились и планировались другим ведомством, скажем так, а непосредственно взаимодействие, консультация и помощь в этих вопросах мы работали с ними. Непосредственно на Романа Червинского были возложены вопросы, касающие организации мер по взаимодействию и оказанию помощи другому ведомству в проведении спецоперации, заявил Ганущак. Дальнейшие вопросы и ответы в пух и прах разбивают все подозрения от Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины. И эта операция и взаимодействие с этой структурой были согласованы высшим руководством Вооруженных сил Украины. Ответ был да. Скажите, пожалуйста, видите ли вы превышение служебных обязанностей заместителем командира части СССР в СССР полковником Червинским, в чем его обвиняют и по подозрению? Ответ следующий. Полковник Червинский не допустил никаких превышений служебных полномочий. Он делал свою работу профессионально, как обычно. Далее в этом же интервью генерал-майор Ганущак четко сказал, что эту же информацию он подтвердил во время допроса в СССР и готов подтвердить в суде. Отдельно хочется сказать, что большое уважение вызывают такие люди, как генерал Ганущак. Несмотря на все давление со стороны власти, они готовы выступить открыто и подтвердить свои слова. Такие люди вызывают искреннее уважение. Теперь я понимаю, почему все подопечные, которые когда-либо находились в подчинении генерала Ганущака, в один голос все говорят, что это уважаемый человек и человек принципов. Теперь вспомните историю, как глава службы безопасности Украины после задержания полковника Червинского вышел со словами о том, что это подонок, желая просто вылизать задницу Ермаку, Татарову и Зеленскому. Вот такое заявление сделал глава службы безопасности Малюк. Только в итоге, друзья, подонком оказался он сам. Сейчас Роман Червинский находится под стражей в наручниках. Друзья, вы не задавались вопросом, кому в первую очередь это выгодно? Что такие патриоты, такие большие умы, как Роман Червинский находятся под стражей. Этот человек разрабатывал спецоперацию по уничтожению Гиви, террориста Гиви, террориста Моторолы, спецоперацию по поимке вагнеровцев. Это огромный талантливый разведчик, который сидит сейчас в тюрьме, не разрабатывает никакие операции и не помогает нашим спецслужбам уничтожать российских террористов. Кому в первую очередь это выгодно? Конечно же, Российской Федерации. Кто позаботился о том, чтобы Роман Червинский сейчас оказался в СИЗО, а не выполнял, разрабатывал еще какие-то операции? Ермак Статаровым, который лично дает указания, Служба безопасности Украины, который лично дает указания, Государственное бюро расследований, лично дают указания Офису Генерального прокурора. Получается, Ермак Статаровым представляет интересы Российской Федерации в Украине, потому что таких патриотов отправляют в тюрьму. Конечно же, нашей власти не выгодно, чтобы такие, как Роман Червинский, находились на свободе, потому что они не забоятся называть вещи своими именами и говорить, кто при власти является сраным ФСБшным кротом. Ну, конечно же, таких, как Роман, отправляют в тюрьму, но других ТВ-марафон берется раскручивать, марафон пропаганды. Так, недавно на этом марафоне лжи вышло интервью нашей украинской пропагандистки Натальи Масичук с бывшим главой службы внешней разведки Валерием Кондратюком. Это пропагандистское интервью было снято с одной лишь целью. Для того, чтобы увести удар от Зеленского и от друга его детства, Ивана Баканова, бывшего главу службы безопасности Украины. Но, друзья, что-то пошло не по плану. Посмотрите этот отрывок. Он был больше агент вплива. Не только потому, что он передал информацию, потому что он уже находил людей, то есть через коррупцию, деньги, и он уже мог мотивировать, например, вот это будет наша людина, там были такие интересы. И такие призначения были не только там, сам в Херсонской области. Я володил информацией, что такие призначения происходят и в других, скажем так, областях, там, где связано с экономическими и теньевыми схемами. Так правило, это прикордонные области. Но, я так понимаю, и на умов это были руки Севковича и Московского офиса, правильно? Правильно. Что же мы услышали из этого отрывка? Такие, как Кулинич, были назначены и в других областях. Из Москвы платили деньги за назначения таких, как Кулинич. Москва использовала коррупционные вещи, чтобы добиваться таких назначений. Друзья, подождите на секундочку. Кулинича назначили личным указом президента Украины. Дудина, главу СБУ Харьковской области, назначили личным указом президента Украины. На умово призвание бригадного генерала дал ему лично Зеленский своим указом. Выходит, со слов бывшего главы внешней разведки Украины Кондратюка, выходит лично Зеленскому. Платили за такие назначения. Очевидно, что господин Кондратюк дал четкие показания на Зеленского в будущем суде. И он точно будет допрошен, ровно так же, как и должен быть допрошен Зеленский уже. И вы прекрасно понимаете, что рано или поздно, когда Зеленский потеряет власть, как минимум за это он точно сядет в тюрьму. Конечно же, пропагандистка Масичу поняла, что она сделала, что это новое уголовное дело для Зеленского и решила быстро исправить ситуацию. Видимо, тот орден, который дал ей Зеленский, орден княгине Ольге, ей сразу придется будет вернуть. Нет, я шучу. Ей, наверное, еще один Зеленский даст такой же орден за отлично проделанную пропаганду. Я правильно понимаю, что Баканова разыграли, его использовали. Я использую его некомпетентность, чтобы он был не фахивец. Это очевидно. Так, и очевидно, что вся служба безопасности зародила, когда Баканов пришел из посады, что будь-яка человеку после него, я знаю слово «агент», это уже великая часть этой службы. Я бы сказал, что он был сомнен, а он был неприятно слышать. Правда, сомнен в всей стране, и цена его помилок, она очень большая. Вы слышали это? Правильно я понимаю, что Баканова разыграли, воспользовались его некомпетентностью. Друзья мои, это сраная пропаганда. Вот так она работает в действии. Желание снять ответственность людей, которые несут персональную ответственность. Канал 1плюс1 получает из бюджета сотни миллионов гривен. Получает из вашего кармана сотни миллионов гривен. И вам же пытается впихнуть эту сраную пропаганду. А теперь вопрос компетентности Баканова. Я напомню, в 2020 году я отправил личное депутатское обращение на Ивана Баканова, где расписал агентурную сеть ФСБшников Наумова и других сотрудников, которые причастны к агентурному аппарату ФСБ Российской Федерации. Что мне Иван Баканов ответил? Представы для реагования к ревнецтвам службы Беспеки Украины ведь сутни. В этом же обращении он четко дал понять, что таких людей, как Дудин, таких людей, как Кулинич, назначает лично его друг Владимир Зеленский. Он снял с себя абсолютную ответственность. Теперь вы понимаете, как весь пазл склеивается, то, что говорил Кондратюк, что он платили деньги? Получается, если Баканов снимает с себя ответственность и говорит о том, что это Зеленский виноват, так это выходит, Зеленский и Севмаком получали деньги за назначение таких, как Кулинич, Дудин, Наумов и многие другие, которые до сих пор, между прочим, находятся сейчас в службе безопасности Украины. Ведь не просто так с самого начала, как Зеленский стал президентом Украины, они начали тесно дружить с ОПЗЖ. Элементарно вспомните, как Баканов ходил на день рождения к пророссийскому суркису. Да элементарно вспомните назначение Демченко в РНБО правой рукой Данилова, когда бывший премьер-министр Украины Яценюк четко сказал в эфире о том, что ему звонили из МИДа Российской Федерации и просили не трогать Демченко, потому что он их человек. И теперь, друзья, такой подобной пропагандой пытаются нам всем запудрить мозги. Именно поэтому Государственное бюро расследований выходит с заявлением о том, что Иван Баканов не фигурирует ни в каких уголовных делах. Друзья, вот мы с вами можем сколько угодно смеяться с этого марафона лжи, с марафона просто зеленой пропаганды, но по факту, к сожалению, оно дает результат для Офиса президента Украины. Мы можем вспоминать, как Зеленский стал президентом благодаря своей пропаганде сериалу «Слуга народа», где он строил из себя такого великого, правильного президента. По факту это оказалось полной ложью, и все мы убедились в том, что это оказалось пропагандой. И сейчас выходит очередной социальный опрос центра Разумкова, где первым вопросом было следующее. Кто сыграл наибольшую роль в обороне нашей страны? И знаете, кто на первом месте? Владимир Зеленский. Человек, который жарил шашлыки, человек, который рассказывал, что мы в мае будем жарить шашлыки на майские праздники. Он две недели в январе за считанные уже недели до полномасштабного вторжения в Украину, Российской Федерации, катался со своим гутовским принцем Ермаком на лыжах, потом праздновал его день рождения. Более того, война по факту началась из-за Зеленского и Ермака. А вопреки их действиям, вопреки их действий, Украине удалось дать по зубам россиянам и, более того, возвращать свои территории. Это вопреки их действиям. И его, вы только вдумайтесь, называют главным человеком, который сыграл ключевую роль в обороне нашей страны. На втором месте идет генерал Залужный, которого как огня боятся в офисе президента Украины. Его, чтобы вы понимали, генерала Залужного практически нету на марафоне пропаганды. Практически нету. Но зато кто там есть? Там, конечно же, есть Сырский, который и такой, и туда поехал, и вот это сказал, и там его цитируют. А знаете почему? Потому что он главный сроколиз Ермака. Этот человек не знает уже куда поцеловать задницу Ермака, поэтому его пиарят. Он приближенный человек к офису президента Украины. Я общался с военными, которые находились неоднократно на совещаниях вместе с Сырским. Так вот они все в один голос говорят, что настолько некомпетентного, настолько далекого от военного планирования человека, как Сырского, нужно еще поискать во всей Украине. Но при этом офис пропаганды, ТВ-марафон, всячески его рекламируют для того, чтобы создать альтернативу Залужному. Что показательно, говорящие головы офиса президента, такие как Подоляк и Арестович, сыграли куда важнее роль, чем тот же самый глава Гурмо Буданов. Друзья, вы понимаете, как работает пропаганда в нашей стране? Подоляк. Только вдумайтесь. Человек бегал по пенькам вместе с Януковичем. Работал в главном информационном штабе Януковича, который контактировал с украинскими медиами и рассказывал им, как нужно освещать ту же самую революцию достоинства. Рассказывая, что там якобы какие-то нацисты находятся. Это все делал Подоляк и, по мнению украинцев, он сыграл ключевую важную роль в защите Украины. Человек, который полностью состоит из ДНК Януковича. Этот человек, по мнению украинцев, сыграл более важную роль, чем тот же самый Буданов. Вдумайтесь, как работает ТВ-пропаганда в нашей стране. Мы ничем не отличаемся в этом плане от Российской Федерации. Но посмотрите, кого нету на этом же ТВ-марафоне. Нету генерала Марченко, нету генерала Кривоноса, который реально сыграли немаловажную роль в обороне нашей страны. Зато там есть такие, как Поворознюки, идиоты, которых пиарят на ТВ-марафоне. Потому что это лицо избирателя Зеленского. Поэтому они так часто делают с ним в прайм-тайм эфиры, так часто берут у него комментарии. А у реальных защитников, у реальных генералов на ТВ-марафон не пускают. Потому что Зеленский их боится, как огня. Относительно реального этого опросника, того, кто сыграл наибольшую роль в защите Украины. Я бы, друзья, хотел вам порекомендовать посмотреть документальный фильм про двух парней и девушку, которых в упор расстреляли в Буче, не смогли оттуда выбраться. Я этот фильм прикреплю в описании. Пожалуйста, найдите время, обязательно посмотрите. Это должен быть ответ на реальный рейтинг президента и то, какую роль он сыграл в обороне нашей страны. Когда он единолично с термаком приняли решение не предупреждать украинцев о том, что Российская Федерация нападет на Украину. Потому что, как они сказали, была бы паника, им деньги были важнее. Украина теряла бы деньги. В итоге они в очередной раз подтвердили, что у них управление страной это вопрос коммерческого интереса и только. И для нас, как для граждан Украины, это вопрос просто базового уважения каждому украинцу, который отдал свою жизнь за независимость нашей страны. Это то, что Зеленский и Сермаком должны сидеть в тюрьме на пожизненном сроке. Потому что именно из-за их действий погибли десятки тысяч украинцев. И вопреки их действий нам удается сейчас просто давать по зубам русским. Нам нужно об этом не забывать, потому что это, друзья мои, это базовое уважение, которое мы должны проявить каждому украинцу, который отдал свою жизнь за нашу независимость. Слава Украине!